Привет, ребята! Меня зовут Кривошиня Елена. Мне нужна некая обычная Келения. Я живу в городе Кирове. И хоть я живу в городе Кирове, но из города я немножко уехала. Ну, то есть я живу по-прежнему в городе, но, скажем, уехала совсем на окраину. Причем у нас раньше был город Киров, город Нововятск. Объединили вместе. Вот, скажем, я живу сейчас между Кировом и Нововятском. Потому, как говорят и нововетчане тоже сами, в город, то бишь в Киров, я выезжаю нечасто. Раньше жила постоянно здесь, по улицам каталась, видюшки писала, а сейчас выезжаю нечасто, потому пишу видюшки намного реже. Но вот сейчас в городе давайте я немножко что-нибудь расскажу. Итак, мы стоим на перекрестке. И мы почти проехали. Сейчас я попробую показать. Это у нас авиационный колледж, авиационный техникум. Но сейчас, может быть, конечно, и колледж. В бытность, в мою юность, он был техникум. Очень такой четкий техникум. Очень хороших выпускников давал. Эффективных. Отсюда выходила значимая профессия. Компьютерщики все выходили оттуда. Ну, не программисты. Программисты, это, наверное, у нас политех был. Едем мы сейчас с вами по Октябрьскому проспекту. Еще не самое машинное время. Хотя уже начинается. То есть сейчас полчетвертого. Машинки уже появляются, выползают, выплывают. Ну, мы проскочим, я надеюсь. Октябрьский проспект. Одна из основных улиц нашего города. Как бы планировка города у нас хорошая. То есть, по-моему, она называется квадратно-гнездовая. То есть, когда квадратиками улицы, четко квадратиками пересекаются замечательно. Путаться негде. Все понятно, все ясно. И вот из основных улиц, это у нас Октябрьский проспект Карла Маркса и Ленина. Они идут, вот, а я не знаю, как они идут. С север на юг или с востока на запад. Или наоборот. Ну, в общем, идут как бы параллельно друг к другу. И их пересекает тоже значимая улица. Вот эта, которая сейчас мы ждем на перекрестке. Это у нас, чтобы вспомнить, бывшая Энгельса. Да, сейчас она Преображенская. А то все переименовали. А я что-то, видимо, живу еще по старинке. Здесь у нас новый комплекс построен. Алая паруса. На месте бывшего кинотеатра Алая паруса. Кинотеатр был маленький, старенький. Убрали. Но здесь был красивый яблоневый сад. К сожалению, тоже убрали. Наш Октябрьский проспект интересен тем, что у него есть посрединочке вот такая аллея. Я думала всегда, что она сделана, в общем-то, для красы, для удобства горожан. Можно погулять, походить, посмотреть. Но тут недавно рассказали, что она, в общем-то, получилась. Потому что у нас собирались пускать трамвайную линию. У нас в Кирове собирались пустить трамвайную линию. Ее так и не пустили. А аллея для нее предназначенная осталась. Но аллейка классная. По ней сейчас прогуливается народ. Вот. В общем, все здорово. То, что вот там за светофором, в деревьях, не очень видно. Это у нас завод Маяк. Он и до сих пор завод Маяк. Хотя вот эта вот частичка, которую мы здесь видим, она уже не Маяковская. Да, в общем-то, у него довольно много откушено. Вообще завод Маяк в советские времена был, естественно, военным заводом, как и большинство заводов нашей страны, в том числе города Кирова. А вот это зеленое здание, оно, конечно, еще Маяк. И производство там ведется. Еще у Маяка был филиал. Называли его ЧПУ, потому что там были станки с числовым программным управлением. Но вот он, к сожалению, уже все-таки не работает. Там уже торговыми центрами все заполнено. То есть в 90-е, когда все было трудно, сложно, большинство заводов позакрывалось. Ну, большинство, не большинство, но многие заводы позакрывались. И какие-то начали так-таки работу позже, а какие-то так и не начали. Маяк все-таки существует, работает, но часть, получается, часть своих территорий он, в общем-то, потерял. Все, мы на Октябрьском проспекте. Вот это самая аллея, которая предназначена для трамваев. Мы едем с вами в сторону вокзала. Противоположные машинки едут от вокзала к филейке. То есть, в принципе, это все обозначение районов нашего города. То есть вокзал обозначения районов нашего города, филейка обозначения района нашего города. Филейка это, по идее, один из крайних районов. То есть, с нее уже пойдет выезд за город. И там уже будет новый мост. Всего у нас два моста в городе. Это старый и новый. Вот это школа. Какой номер, не знаю. А впереди, вот стоим пока на перекрестке. Вот сейчас держу в центре экрана мою держалку для навигатора. И за ней, за стеклом, и за перекрестком красненькое здание, добывшее сельхозакадемия. Сейчас это, по-моему, сельскохозяйственный университет, что ли? Сейчас, подожди. Агротехнологический. Ой, ой, как все сложно. Агротехнологический. Боже мой. Чем сельскохозяйственные отличаются агротехнологического? Не могу сказать, честно сказать, ребята, не могу определить отличия. Ну, вот, тем не менее, так. Впереди вот это серое здание, которое я тоже держу в центре экрана. Это у нас СУМ. СУМ. Центральный универсальный магазин. Он был во всех городах, в том числе и в Кирове. Он был, конечно, поменьше в советские времена. Не такой большой, не такой красивый, как его сейчас сделали. Но, тем не менее, он существует. Он был, остался и существует до сих пор. Вот в этом сереньком пристрое, который был сделан к маленькому, по-моему, двухэтажному нашему ЦУМу. Вот этот большой серый пристрой. По-моему, была одна из первых подземных автостоянок города. Вот ведь влез и помидал. Типа, спасибо, да пожалуйста. Так, едем дальше. Мы все еще на Октябрьском проспекте. Это у нас один из известных магазинов Кировские товары. Обычно, если как бы на Встретитель, там обозначить место, мы говорим Кировские товары и народ знает где это. Дальше у нас идет гостиница Вятка. Вот я ее держу сейчас в центре экрана. А чуть подальше. Чуть подальше тоже сейчас держу большую штуку в центре экрана. Тоже гостиница. Четыре элемента. Вообще, как бы, гостиница Вятка, которая сбоку осталась, существовала с советских времен. А четыре элемента была построена. Правда, она была не четыре элемента, а она была Хилта. Вот проехали немножечко. Тут такой новый элемент нашего города. Не знаю, видели ли вы, нет за машинами. Ручки, держащие типа. Сложенное в сердечко. Неоднозначная штука. Это мы тут находимся у цирка. Это все Охтябрьский проспект. Вот там вот вышел цирк. И поставили такую скульптурную группировку. И по ней были большие споры в соцсетях. Что же это за страшные руки? Ну, сердечко с сердечком, да. Но они же красные. По что они красные? Ну, тем не менее, вот скульптура осталась. Убирайте их не стали. Типа место для селфи. И для фотографий. Это у нас бассейн Спартак. Справа за деревьями. Один из бассейнов нашего города. Тоже с советских времен существующий. Немножко у него откусили территории в 90-е. Там, по-моему, стройматериалы есть. Видимо, как они въехали, так уже выезжать не стали. Вот. Охтябрьский проспект продолжается немножечко дальше. А я свернула. Мне надо по делу. Вот это вот все тоже с парку, цирка, который мы проезжаем. И я выеду к автовокзалу. Не знаю, покажу ли я вам это. Это у нас подница железнодорожная. Там один из моргов города. Прямо такое вот тоже место. Вай-вай-вай. Ну и впереди будет автовокзал. Так. Я, наверное, сейчас выключусь. Потому что мне нужно поворачивать и по делу. Но если что, это улица Горького. Немножечко видно. Вот там полосатенько держу в центре экрана. Это автовокзал. А если ехать туда еще прямо, там будет железнодорожный вокзал. Если вы поедете на ЖД вокзал, дайте на Кировчан. Посмотрим. Я всегда в чужих городах смотрю на местных жителей. Любопытно посмотреть, какие они. Ну вот они убежали все. Разбежались. Вот. То есть если вы приедете на вокзал, то вы можете здесь погулять, уйти в парк у цирка. Он милый. Там приятно. Если у вас как бы есть какое-то время, например, вы пережидаете поезд, то вполне поезд пережидаете. То вполне-вполне. Так. Едем дальше. То есть я еду дальше. Я вернее не еду, а наоборот паркуюсь. А всем пока-пока. Хорошего вам дня.